В Чувашии проходит традиционная акция «Белая ромашка». Она посвящена Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Какие диагностические методы и способы лечения на вооружении врачей республики в нашем материале? Не бойся, давай сюда. Так детям проводят диагностику туберкулеза, ставят пробу МОНТУ или диаскин-тест. Механизм одинаков. Под кожу вводят специальный белок, который помогает определить наличие инфекции через 72 часа. Пробу МОНТУ применяют до 7 лет после диаскин-тест. Благодаря этому методу мы выявляем не только туберкулез у детей и подростков на ранних стадиях своего развития, но и формируем группу риска. Когда туберкулез еще не проявился, но палочка в организме размножается, и с этими детьми проводится дополнительное обследование и более пристальная работа. Взрослым делают флюорографию, проводят бактериологические исследования. С недавних пор в противотуберкулезном диспансере делают ПЦР-анализ. Он позволяет обнаружить наличие генетического материала инфекции. Сама реакция ПЦР происходит вот в этом аппарате, вот в этом блоке, где под влиянием высоких температур и специальных ферментов, как на ксероксе вот в этом аппарате, происходит увеличение до видимых пределов. И этот же аппарат читает то, что получилось в этой пробирке в виде вот таких кривых. Сдать необходимые анализы, получить консультации специалистов можно в дни открытых дверей. По республике ездит передвижной флюорограф, организованы горячие линии и телефон доверия. Комплексная работа дает результаты. Если сравнивать показатели с 2017, заболеваемость уменьшилась на 8%, распространенность почти на 13%, смертность снизилась почти на 5%. Если брать эти показатели за последний пятилетний период, вот эти же показатели уменьшились в два раза. У нас больных туберкулезом становится меньше, и это отрадно сознавать. Следующий день открытых дверей состоится в эту субботу.